У них разные формы, размеры и цвета. Для большинства существ глаза – важнейшее связующее звено с внешним миром. Вау! Какие у него глаза! Вы не задумывались, как выглядит наш мир для тех, кто смотрит на него совсем другими глазами? Видят ли животные то же, что и люди? Тихо! Где мой завтрак? Во-первых, животные видят только то, что помогает выжить. Для большинства видов важны две вещи. Где еда? Первое – найти пищу. Ты смотри, это звери. Второе – спастись от опасности. Если вы хищник, вроде тигра, как вам достать еду? Надо кого-то поймать. А для этого лучше, если оба глаза смотрят вперед. Когда они смотрят вперед, их поля зрения перекрываются. Это помогает оценивать расстояние до видимых объектов. Дело в том, что каждый глаз видит мир под своим углом зрения. Это нетрудно проверить самому. Держите перед собой палец и по очереди закрывайте глаза. Ваш палец будет прыгать туда-сюда по отношению к тому, что видно за ним. Это значит, что он находится ближе к вам. Мозг по такому принципу оценивает расстояние до объектов. Вот почему у хищников глаза обычно смотрят вперед. Это позволяет воспринимать глубину пространства и облегчает ловлю добычи. Но все меняется, когда вы сами в мишени. Глаза спереди хороши для смелого охотника. Но не слишком удобны, когда опасность грозит со всех сторон. Если вы потенциальная жертва, лучше, не поворачивая головы, видеть вокруг себя как можно большее пространство. Возьмем, например, ламу. Где у нее расположены глаза? Не на передней стороне головы, а по бокам. Глаза спереди дают такое поле зрения. Если глаза по бокам, поле зрения гораздо шире. Когда оно охватывает почти 360 градусов, вы сразу видите большую часть того, что вокруг вас. Подкрасться незамеченным врагу очень трудно. Поэтому у многих потенциальных жертв нападения глаза по бокам головы. Но что делать, если ты сам то охотник, то дичь? Хамелеон решает эту проблему уникальным способом. Глаза движутся независимо друг от друга. Больше никто так делать не способен. Представьте себя на его месте. Вы следите за обстановкой, не поворачивая головы, работая отдельно каждым глазом. А если вдруг замечаете пищу, то наводите на нее оба глаза и прицеливаетесь, точно оценив расстояние. Да, любой из нас мечтал бы стать хамелеоном. Но еще лучше, если бы глаз было больше двух. Как у паука. У большинства пауков их шесть или восемь. Одни спереди головогруди, другие по ее бокам. Передние нацеливаются на добычу, а боковые следят за опасностью. Передние глаза формируют изображение предметов. Боковые не видят ничего конкретного, но замечают движение. Если сбоку что-то шевельнулось, паук наводит главные глаза на подозрительный участок и приглядывается. Восемь глаз, конечно, здорово, но это мелочь, если сравнить со зрением мухи. У нее так называемые сложные глаза. Их внешняя поверхность образована сотнями крошечных хрусталиков. Каждый хрусталик направляет свет на собственную сетчатку. То есть это просто миниатюрный глаз. Как же видит мир такое множество глазков? Нет, не так. В кино зрение мухи часто представляют такой кучей одинаковых картинок. Но на самом деле сложные глаза строят совершенно иное изображение. Каждый глазок видит только часть общей картины. Но работая вместе, они формируют одно полное изображение. На наш взгляд оно слишком мозаичное, но муха компенсирует это неудобство двумя преимуществами. Все глазки сложного глаза ориентированы в разных направлениях, что дает очень широкое поле зрения. Так что на самом деле видит муха вот так. К ней незаметно не подкротешься. И малейшее движение она видит очень четко. Поэтому муху так трудно поймать. Для наших глаз движения мухобойки размыты. А для мухи они как интересное кино. Как ей это удается? Глаз Криса может строить изображение всего 60 раз в секунду. То есть любой человек как бы снимает по 60 кадров в секунду. А у глаз мухи скорость такой съемки почти 300 кадров в каждую секунду. Вот ускоренная съемка того, что видит Крис. Для него с его 60 кадрами в секунду мухобойка будет размытой. А для мухи с ее 300 кадрами в секунду этот предмет виден очень четко. Это позволяет мухе быстро летать, ни во что не врезаясь. Помните о ее зрении, когда беретесь за мухобойку. Конечно, и нам с вами всегда может повезти. Пытливые умы Для большинства животных важны две вещи. Где еда? Найти пищу. Ничего, ничего страшного. Все в порядке. Найти пищу. Я уже нашел. Ладно, давай сначала.